Привет, друзья! Сегодня у нас наконец-то очередная тренировка на канале Мазакая Раша в рубрике «Фитнес для мам». Я знаю, вы этого ждали больше всего, но когда же, но когда же мы начнем тренировать пресс? Это произойдет именно сегодня! А пока обязательно подпишитесь на наш канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск с тренировкой на улице. В сегодняшней тренировке мы подключим пресс в работу в статике и в динамике. Я покажу тренировку в реальном времени. Просто будет достаточно нажать на play и выполнять всю тренировку вместе со мной. Не могу не предупредить о противопоказаниях, которые могут вас настигнуть после родов, такие как диастаз. При диастазе нужно обязательно сначала проконсультироваться с врачом, установить размер расхождения прямой мышцы живота и определить, нужно ли консервативное лечение, сойдутся ли мышцы более-менее в исходное положение, либо нужно хирургическое вмешательство. До консультации врач с врачом, если вы диагностировали у себя расхождение мышц живота, мы не тренируем пресс ни в коем случае ни статикой, ни в планке, ни скручиванием, где у нас в работу включается как раз-таки брюшная мышца, создается внутребрюшное давление. И ни в коем случае мы не делаем вакуум. Давайте представим, вот наша прямая мышца живота. С внутренней стороны у нас находятся органы, которые брюшная стена как раз-таки защищает. И если после родов у нас сформировался диастаз, то есть расхождение прямых мышц живота, начиная делать вакуум, формируя внутребрюшное давление, есть вполне себе хорошая такая вероятность, что вы можете заработать себе грыжу, либо защемление кишечника. То есть если вы диагностировали у себя диастаз, сначала идем к врачу. Как диагностировать у себя наличие диастаза после родов. Ложимся на пол, слегка приподнимаем плечи, у нас чуть-чуть напрягается живот. И начинаем прощупывать прямую мышцу живота в зоне пупка. Если у вас проникают пальцы внутрь, вглубь, значит у вас есть диастаз. Можно определить его по ширине и можно определить его границы по высоте. И если это свыше 2-3 см в высоту и больше 2 пальцев в глубину, то лучше сразу идем к хирургу и уже планируем план лечения. Сегодня мы будем тренировать пресс. Сегодня мы будем тренировать пресс с таймингом в 30 секунд. 30 секунд активных скручиваний до стойкого ощущения жжения. Нам понадобится подушка или книжка. Я буду использовать кубик для йоги, либо для растяжки. Следом после скручивания мы будем переходить в планку. И таких несколько циклов. Просто ставим на плей и повторяем со мной. Первое упражнение динамические скручивания. Обязательно, когда отрываем поясницу от пола, втягиваем живот и делаем выдох. Передали кубик, выдохнули. Выдох, выдох и втягиваем живот. Обращаю ваше внимание, поясницу полностью отрываем от пола, чтобы максимально сократить мышцы пресса. Как будто бы мы выдуваем весь воздух из шарика, который находится у нас в животе. При передаче кубика не подтягиваем к себе колени. Колено находится строго над бедром. Следом в комплексе снова статическая часть. Я здесь показываю, как мы подворачиваем таз вперед. Тем самым лучше напрягая мышцы пресса и убирая прогиб в пояснице. Напоминаю, голову мы не заваливаем ни назад, ни вперед. В этой планке я показываю вариант, когда можно не зажимать ладони в кулак. Тем самым усложнить немного себе работу, но разгрузить грудной агент от зажатия. По сегодняшней программе после статики у нас опять идет динамичное упражнение. Используем кубик. Также можно усложнить упражнение, например, взяв самую тяжелую книжку у вас дома. Ну, например, словарь Даля. На выдох переносите груз на голень, возвращаетесь без него и снова на выдох переносите его обратно. После динамики следует снова статическое упражнение. Переходим в планки с ладоней на локти и обратно. Сначала мы выполняем в первом круге переход с правой руки и опускаемся также на правую руку. Когда будете повторять второй круг, то будете подниматься с левой руки и опускаться на левую руку. Чем шире поставите стопы, тем более устойчивым будет ваше положение и меньше будет крутиться таз вправо и влево. Третье динамичное упражнение передача вашего груза к мишке-подушке под коленом. На выдох меняем руку, передали под коленом предмет. Выдох, выдох. Тоже очень важно следить за тем, чтобы вы поднимались именно за счет корпуса, то есть с отрывом поясницы, а не тянули как можно ближе к себе ногу, оставаясь при этом лежать на полу. Оставив 5 секунд на смену позиции, переходим в последнюю планку с поднятием таза вверх. При поднятии таза вверх подтягиваем колено груди и обязательно втягиваем живот, округляя поясницу, обращая на это ваше внимание. На видео это так не видно, отчетливо, но подняли таз, втянули живот, выдох, выдох, скрутились, сократили пресс. Работаем последние 30 секунд на максимум. Вы должны почувствовать, как горит ваш пресс. Заканчиваем первый круг и приступаем ко второму. И по традиции оставляя шпаргалку с упражнениями, которые мы сегодня выполняли. За предоставление зала для съемки мы, как обычно, благодарим фитнес-клуб Реформа. А чтобы продолжать тренировки вместе с Мазакея Раша, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и давайте тренироваться вместе!